А сейчас дела домашние. Поклеить обои – дело, в общем-то, не очень сложное. А вот, чтобы правильно уложить кафель, надо постараться. Хотя, если знать все тонкости процесса, это не так уж и трудно. Без чего кафель точно не положить, так это без клея. Его нужно приготовить в первую очередь. С перфоратором и вот такой насадкой – это вопрос нескольких минут. Внимание! Обычная дрель для этих целей не подойдет. Сгорит. Уж лучше вручную. Но в этом случае клей в воду нужно засыпать порциями. Поэтапно мешаем. То есть подсыпали, воды немного добавили, видим хорошо. Удобно вам будет укладывать. Значит, еще немного подсыпали. И продолжаем все мешать, помешивая. Консистенция плиточного клея должна быть такая, чтобы удобно было укладывать плитку на стене. Чтобы не было подтеков. Сравнимо с хорошей деревенской сметаной. Чтобы плитка приклеилась намертво, поверхность надо заранее прогрунтовать. Нет грунтовки – хотя бы смочите стены водой, чтобы пыли не было. Кстати, разные способы укладки позволяют зрительно увеличить комнату. Если плитку укладываем горизонтально на стене, тем самым мы увеличиваем пространство вширь комнаты. Если плитку укладываем вертикально, то мы увеличиваем высоту потолка визуально. А чтобы кладка была без перекосов, начинайте ее не от пола, а со второго ряда. Он будет держаться на выставленной по уровню рейке. От пола ее крепим на расстоянии, равном высоте плитки, плюс зазор в 3-6 миллиметров. Гладкость и равномерность кладки обеспечит зубчатый шпатель. В отличие от обычного, на каждую плитку он позволяет нанести одинаковый слой раствора. Начинаем кладку от внешнего угла, двигаемся ко внутреннему. Подрезанные плитки крепим последними, срезом в угол. Там он будет не виден. Полезный совет. Подгоняя плитку под нужный размер, место разреза заклейте монтажной лентой. Так и направляющая линия лучше видна, и края получаются без сколов. И еще один полезный совет. Отечественную плитку еще возможно резать обычным ручным плиткорезом, или даже стеклорезом. Но производство импортного плитка требует достойного плиткореза, чтобы получился ровный срез. Обычным ручным плиткорезом дорогую плитку, конечно же, можно испортить. При укладке между плитками оставляйте зазор в 2-3 миллиметра. Он везде будет одинаковым, если использовать вот такие крестики. В крайнем случае подойдут и обычные спички. И не забывайте постоянно контролировать уровень. Поверхность настенной кладки должна оставаться строго вертикальной, а напольной – горизонтальной. Кстати, кафель на полу укладывается по тем же правилам, что и на стене. Разве что напольную удобнее начинать с угла. Нижний ряд укладываем в последнюю очередь. Чтобы оставшаяся без опоры плитка не отвалилась, ее можно укрепить монтажной лентой. Сохнуть настенная кладка должна не меньше суток, напольная – вдвое дольше. Остается заполнить швы так называемой затиркой. Ее удобнее наносить гибким резиновым шпателем. В магазине продается разнообразное количество цветов затирки, но если вам хочется какой-то специфический цвет получить, то покупайте просто белую затирку и добавляйте туда колер необходимого цвета. Излишки затирки лучше удалять через 5-10 минут после нанесения. Потом оттереть плитку будет намного труднее. Виталий Чуваев и Мир Тазуддинов, Первый канал.